Всем привет! Вы на канале TastyFood. Я сегодня вам хочу предложить очень вкусную картошку на ужин, которая готовится в духовке. Вот что мне понадобится для этого вкусного рецепта. А самое главное, что посуду мыть не нужно. Для этого рецепта мне понадобятся картошки. Конечно же, к картошке я буду добавлять соль и молотую паприку. Также я буду использовать грибы, шампиньоны, морковку, репчатый лук, подсолнечное масло, соль, черный перец. И, конечно же, очень будет вкусно добавить томатный соус, либо кетчуп. Приступаю! Также я хотел предложить моих два любимых блюда, которые готовятся также в духовке. Это очень вкусный рецепт мяса по-французски. Конечно же, многие знают, как вкусно приготовить мясо по-французски. Но есть пару секретиков, как его приготовить, чтобы этот рецепт получился безумно вкусным. Обязательно посмотрите на моем канале и воспользуйтесь. Но есть еще рецепт, который вкуснее мяса по-французски. Это телятина по-орловски. Попробуйте, это невероятно вкусно. Можно сказать, пальчики оближете. В конце я обязательно оставлю ссылки на видео. Грибы для этого рецепта нужно обжарить. Я буду использовать грибы-шампиньоны. Но есть секретик, как пожарить вкусно грибы-шампиньоны, чтобы они по вкусу были, как лесные. Грибы нарезаю таким вот образом. Так, конечно же, самый главный секрет. Как пожарить шампиньоны, чтобы они по вкусу были похожи на лесные грибы. Нужно сковородку хорошо накалить. Теперь отправляю сюда нарезанные шампиньоны. Масло ни в коем случае добавлять пока не нужно. Шампиньоны пустят жидкость. И нужно их жарить до испарения жидкости. Для начала шампиньоны нужно накрыть крышкой. И как только вы увидите, что они пустили жидкость, крышку нужно будет открыть. Лук нарежу четверть кольцами. Только не тонкими. Примерно вот такой вот толщины. А морковку нарежу брусочками. Тоже старайтесь нарезать не очень тонко. Прошло буквально 4 минуты. Пустили жидкости. Теперь открываю крышку и буду жарить их на большом огне до испарения жидкости. Прошло минутки 3. Смотрите, жидкость полностью испарилась. Самое время добавить подсолнечное масло. Добавлю черный перец. Также добавлю нарезанный репчатый лук. И конечно же не забудьте посолить. Теперь грибы размешаю с луком. И вместе с луком на среднем огне жарить буквально буду 5 минут. После этого добавлю морковку. А картошку нарежу брусочками. Вот такие вот брусочки получились. Теперь их отправляю в удобную посуду. Добавляю паприку. Очень вкусная будет картошка с паприкой. Также добавлю соль. И размешаю картошку. Прошло 5 минут. Самое время добавить морковку. И вместе с морковкой также обжарю 5 минут. После этого добавлю кетчуп. Либо томатный соус. Теперь очень важный момент. Понадобится пергаментная бумага. С пергаментной бумаги нужно сделать лодочки. Вот почему я и говорю, что посуда не нужна. Потому что картошечка будет в духовке запекаться. В таких вот лодочках. Это будет аппетитно. А самое главное, что очень красиво будет смотреться на столе. Вот такая у вас лодочка должна получиться. И занимаюсь дальше. Мне понадобится примерно на это количество картошки 5-6 формочек. Теперь мне понадобится противень. И выкладываю формочки на противень. О, как раз 5 штучек. Отлично. А теперь формочки выкладываю в картошку. Картошки много не нужно. Буквально в один слой. Прошло около 7 минут. После того, как я добавил морковку к луку и грибам. Она даже немного подрумянилась. Мне не важно, чтобы она приготовилась сейчас. Потому что она еще будет запекаться в духовку. Теперь отправляю кетчуп. Все размешаю вместе с кетчупом. И протушу буквально 1 минутку. И выключаю. Теперь овощи выкладываю сверху на картошку. Старайтесь вкладывать жирком. Чтобы картошка тоже получилась у вас не сухая, а вкусная. И продолжаю, пока не заполню все формы. Теперь в разогретую духовку до 180 градусов отправляю это вкуснейшее блюдо до готовности. Посмотрите, как ароматно выглядит это блюдо. Прошло 30 минут. Это блюдо провело в разогретой духовке до 180 градусов. Можно посыпать укропом и подавать к столу. Очень ароматно, конечно, пахнет. Приготовить такое блюдо на ужин, я думаю, что каждый муж просто зацелует свою жену от такой вкуснятины. И, конечно же, от такой красивой подачи. Ну что, пробуем? Ароматная такая. Ну, правда, очень горячая. Как же я люблю такие простые блюда. Картошечка с грибами получилась ароматная, вкусная. И очень важно, что в таких конвертиках можно подать любое блюдо на стол. И оно будет смотреться очень эффектно и очень аппетитно. А всем, кому понравился этот вкуснейший рецепт, не забудьте поставить мне лайк. И напишите обижательно комментарий, какое вкусное получилось блюдо. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok